После присоединения 79 населенных пунктов Саратов стал вторым по площади городом в России после Москвы. И поселок Красный Текстильщик в числе первых оказался частью муниципалитета. Здесь живут теперь не сельчане, а горожане. Правда, вновь выявленные саратовцы на себе каких-то особых перемен не ощутили. Мы еще не поняли, только сделали дороги. Все, то, что мы пока ощутили. А вообще так чувствуете теперь себя, жители, городом? Нет. Для жителей, наверное, глобально ничего не поменялось. Единственное, дорогу до Саратова стали чистить гораздо хуже и посыпать. Перестали обслуживать вот этот спуск как следует. До этого местная администрация гораздо лучше это делала. Ничего особенно не изменилось. Могу вам сказать, как у нас рентгена не было, так его и нет. Вот. А он очень нужен. И, по-моему, ничего даже не планируется. Что-то поменялось лично для вас? Лично для нас, для всех жителей поселка, я вам скажу, что нет. По мусорке это просто взяла нас новая, как говорится, компания. Но я не скажу, что это нормальная вещь. Не всегда это выполняется. Вот страховка на автомобиль. Я раньше платил по сельской местности, а сейчас я платить буду по городскому, по городскому. То есть это раздоровано. Те службы, которые есть в Саратове, они сюда к нам не приедут и обслуживают. Дорогу не будут. Мы все равно будем делать все это сами. Это муниципальный заказ, который выполняет непосредственно из местного бюджета. А какая помощь со стороны господина Исаева, и они в курсе событий, в принципе. Они приезжали, когда ругались. Когда жители не хотели присоединяться, потому что боялись, что повлияет на тариф, повлияет на все. Иной точки зрения придерживаются местные чиновники. Уверяют, что изменения в лучшую сторону есть. И все благодаря дополнительному финансированию. У нас был бюджет, местный бюджет. Мы не справлялись с ним, так как у нас было очень мало средств. При присоединении к нам поступили средства на выполнение работы на расширение. У нас улучшилась инфраструктура. Сейчас идет статистика по повышению численности населения. Это в связи с тем, что у нас сделали и дороги, и тротуары. Отремонтировали и школу, и детский сад, крышу отремонтировали. То есть большое вложение при присоединении поступили к нам. Большая работа произведена. Никаких улучшений нет. Кроме дорог, больше ничего хорошего не видно. И то вот это вот... Приехали бы, наверное, и вот начали чистить. То есть, знаешь, какая каша была? По коленам. Вот два дня, что ли, не было. Вот снегопад был, два дня не было автобуса. Вот первый снегопад был. Первый день пошел только в пять часов вечера оттуда, со стадиона. А на следующий день часов в десять, что ли. От центра Саратова до поселка на автомобиле время поездки займет около часа. А на общественном транспорте можно доехать за полтора. Единственный 226-й автобус, который следует до стадиона «Волга», ходит каждые 20 минут. Стоимость проезда на нем осталась прежней – 63 рубля. Люди недоумевают, если это единый город, то почему цена не изменилась? Люди жалуются иногда. На что больше? Ну, проезд. Потому что проезд высокий. То, что в городе присоединили, мне 23 рубля. Единственное средство при движении здесь. На сегодня вот трех автобусов не было. Я проходила мимо, трех автобусов не было. Не было, да? И цену бы поменьше снизить. На проезд, да? Нет. Вашел услугу, что повысит цену до стадиона у нас же ходит, что будет 100 рублей. Это стоило у нас сколько? В городском дорожном комитете информацию о повышении опровергли. У нас главой города Михаил Александровичем поставлена задача проработать все маршруты, которые из межмуниципальных стали муниципальными. Таких набирается порядка 40. Каждый маршрут будет рассматриваться индивидуально, исходя из трафика, нагрузки, интенсивности движения, количество маршрутов. И по всем этим маршрутам мы прорабатываем вопрос совместно с Министерством транспорта снижения стоимости проезда. По всему поселку, по словам местных чиновников, отремонтировали дорожное покрытие, а еще на центральной улице и дороге, ведущей к школе, проложили тротуары. Правда, сейчас они как подснежники. Сделали вот тротуар, вот видите, вот кусок, вот он сейчас вот за трубой начинается, вот так обходит пятиэтажку, заканчивается. Туда к нам нету, здесь тротуаров нету, здесь вот кусок тротуаров, и там вот проедет, они тоже летние, все под отвалами. Это что, почищено? Для чего его сделали? Народные деньги закопали, лучше бы дорогу шире сделали, асфальт. Утратив статус сельского поселения, местные предприниматели тоже оказались неприятно удивлены. Налоговая нагрузка для них увеличилась почти в два с половиной раза. Налог был 74 тысячи, сейчас 182. А где? У меня вот выручка, тысячу рублей. Вы работаете продавцом, здесь, да, и... Теперь да, теперь да. Хотя год назад она продавцом не работала. Не работала. Да, она содержала... Двое закрылось, предприниматели закрыли магазины. Ну, обидно. Обидно. Людей нет совсем. То есть записываем в долг, раздаем. Людей не прибавилось, а цена за квадратный метр возрастет. Так, чтобы там появились детские площадки более высокого уровня, там, с коробками, с хоккейными, с каким-то освещением. Да нет, у нас парк до этого был, в школе до этого площадка была. Поэтому пока еще город на нас не отразился. Редактор субтитров А.Семкин